Меня зовут Дэвид Ганн. Это мои мемои на Метал ТВ. Такой масштаб, и люди, которые приходят послушать нас, страны, о которых мы даже никогда не слышали. Так что, пожалуй, в каждом аспекте это нечто невероятное. Ваш тур проходит совместно со Слепкнотой Корн. Являются ли они для тебя в некоторой степени кумирами? Этот тур – самое лучшее, чем я только мог мечтать. Но в каком-то смысле это несколько огорчает, поскольку, когда он закончится, ты думаешь, а что дальше? Да, но все же это очень круто. Я смотрел выступления обоих групп каждый вечер, потому что они по-настоящему хороши. Научился чему-нибудь у Слепкнот или Корн? Да, даже не знаю, с чего начать. Я старался наблюдать за Джонатаном и Корью. Смотреть, что они делают и как. Но я все еще в замешательстве после 15 концертов насчет того, как они это делают. Я старался обращать внимание на их харизматичность. Они всегда знают верные слова. Все делают правильно. Я наблюдал за выступлениями уже кучу раз. И до сих пор так до конца не понял. Пытаюсь научиться всему, чему можно, но, наверное, это сложнее, чем кажется. Думаешь, ты мог бы использовать что-нибудь для группы после длительного пребывания с ними? Надеюсь, что подсознательно что-то просочилось после стольких часов. И это сделает нас лучше. Когда играешь вместе с людьми, которые на порядок круче тебя, более опытнее в том, чем ты занимаешься, то это способствует твоему развитию. Ты становишься лучше. Это своего рода вызов, ведь мы не то чтобы просто выходим на сцену и играем каждый вечер, и это довольно непросто. Я следил за деятельностью Кинг на просторах интернета и прочитал все комментарии под вашими клипами. И мне стало интересно, почему люди говорят, что вы не из Флинта, что они никогда не слышали о вас. Нет, все эти люди из интернета, они не из Флинта, и сами не знают, о чем говорят. Это люди, которые заходят в сеть, чтобы кого-то оскорбить, поскольку не могу сказать это лично. Нет, все знают, все в городе и в округе знают, кто мы, и очевидно, что мы снимаем каждое видео во Флинте. Каждая наша песня написана здесь, Флинт в каждом из наших клипов. Никто из тех, кого мы знаем, и в общем, любой из Флинта никогда бы не сказал, что мы на самом деле не оттуда. То есть, по сути, это просто привлечение внимания. Они схватились за первую вещь, которая им попалась, за то, что важна для нас и характерна. Это Флинт. Поэтому они обращаются к фразам по типу, знаете, чуваки на самом деле не из Флинта. Когда вы возвращаетесь домой время от времени с еще большим успехом группы, каково это быть с новым городом? Ничего не меняется? Все как и раньше? Нет, все так же. Я уже никогда не замечал изменений многим людям там. Им как-то все равно, думаю. Они считают, что это хорошо то, что мы делаем, они поддерживают нас. Но когда мы приезжаем обратно домой, все по-старому, люди занимаются все тем же. И нет такого, что к нам относятся как-то по-особому, только потому, что у нас какие-то там важные дела или тур. Все по-прежнему, так что когда мы возвращаемся домой, то чувствуем, будто никогда и не уезжали. Что делаете в свободное от тура время? Просто работаем дальше. Обычно над группой мы любим работать над визуализацией наших песен и всегда пишем что-то новое, работаем над очередными идеями. Мы занимаемся всеми аспектами касательно проекта, будь то мерч или видео, и в целом любые решения, связанные с группой по поводу релизов, записей, гастролей, всего этого. Мы лично всем занимаемся, это дает нам возможность целиком управлять тем, что будет дальше. Ты сказал, что есть новые песни, над которыми вы работаете, значит скоро вы что-то выпустите. Наши работы не будут продолжениями варев. Но мы продолжаем писать тот материал, что начали сочинять для него в 2009 году. Тогда мы не закончили, и материал не издавался вплоть до 2014 года. Отсюда появились пять лет, за которые мы написали порядка 50 или 60 песен. В итоге мы записали где-то 25 треков. И когда мы закончили работу над альбомом, мы продолжили сочинять, просто потому что это то, чего мы хотим. Мы не собираемся выпускать каждые два года по альбому с 10 треками, как это делает большинство тяжелых групп. Мы будем выкладывать музыку несколько раз в год. 10 песен на 2, 3 или 4 года — это не то, как мы хотим действовать. Звучание останется прежним, как в мемуарах. Это все так же будет King. Но я против того, чтобы выпускать одну и ту же пластинку дважды. Так что если кто-то ожидает мемуары номер 2 или что-то в таком духе, то они могут просто не покупать альбом, когда он выйдет, поскольку мы не намерены записывать похожие друг на друга записи. Как насчет текстов? В мемуарах они довольно мрачные и агрессивные. Вы будете продолжать писать в таком же стиле? Да, мне кажется, что все, что мы делаем, всегда будет King. Следующая запись не будет звучать, как какая-либо другая группа. И она не будет звучать, как что-то, что мы уже делали или могли бы сделать, или что-то, что могло быть в мемуарах. Но все равно это будем мы. Мы не изменимся, как люди. Если судить по тому, какими мы были, пока взрослели, и какие мы люди сейчас. Я не намерен искать абсолютно новую тему для обсуждения и изобретать велосипед с новым альбомом. Он все равно будет King, просто скорее частью его эволюции, а не тем, что мы уже делали. Теперь вы собираетесь в тур в поддержку, если я не ошибаюсь, рэпера TechNine. Работа с TechNine не кажется нам обязательно чем-то странным. Мы не были сбиты с толку, когда TechNine позвал нас. Мы сразу согласились, потому что хотели поехать. Нас не заботит то, как это будет выглядеть для людей из интернета, которые хотят просто порисоваться, или то, что это рэпер. Нам по душе его работы, поэтому мы поедем с ним в тур. Если бы Степно пригласили нас в свой тур, и были бы какой-нибудь местной группой из Демойна, которая не распродает билеты на стадионы, мы бы все равно поехали с ними, потому что они нам нравятся. Нам не интересно искать группы вроде King и отправляться в тур с ними, как все хотят, чтобы мы делали. Мы не будем принимать участие в каком-нибудь очередном хэйвметал туре, проезжающем через наш город. Мы будем турить так, как захотим. Мы не намерены фигурировать в лайнапах, которые нам не интересны. Когда группа выходит в свет, им вроде как надлежит пробиваться, искать любые возможности, чтобы выступить. Ездить в турне, в которое, возможно, они и рады бы не ехать. Но это не про нас. Мы никогда не поедем куда-либо против своей воли. Так что если мы в туре, то это потому, что нам по душе эта идея. Еще потому, что мы не берем во внимание то, что думают другие. Tech9 — это независимый MC. И он по-настоящему хорош. То, что делает King и то, что делает Tech9, отнюдь не кажется мне таким уж разным. Спасибо за интервью, Дэвид. Отличного концерта. Очень жду. И хорошего вечера. Отличного концерта. Продолжение следует...